Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет. Ответы на ваши вопросы. Почему правду считают дерзостью, а прямоту называют хамством? И правда, и прямота — это добродетели, несомненно. Кто правдив, кто имеет способность ясно и просто общаться со всяким ближним, тот исполняет волю Божью о себе. Ибо отец — лжи дьявол, а способность просто и ясно общаться со всяким близким — это свойство души цельной, зрелой, просвещенной. Почему же в некоторых случаях то, что человеку от него исходящее правдивое слово или прямое обличение воспринимается другими как хамство или дерзость, скорее всего, относится к некоторому увлечению страстями, которые сам рубитель правды не замечает за собой. Хороша та правда, которая произносится в духе милости к ближним, правда, в которой звучит глухая раздражительность, правда, от которой приносится страдание тому, кто рядом с нами, вовсе не всегда предназначена для озвучивания. Есть народная мудрость. «Думай, что говоришь, не говори, что не думаешь, то есть не будь лицемером, но и не все то, что думаешь, говори». Значит, дело не только в правдивости того слова, которое в тебе явилось, но и в тех последствиях, которые оно произнесенное может за собой повлечь. Тот, кто не умеет предусматривать возможные последствия своего слова, тот лишен мудрости. И мы мудрости, а тем более премудрости, свойственно видеть последствия из тех обстоятельств, которые складываются сейчас, и в которых ты еще властен, произнести слово или не произвести. Если ты знаешь, что вслед за этим словом, быть может, будет огорчение, смятение, смущение, ссора, то кто тебя тянет за язык его произносить? Кем ты поставлен, обличителем или разжигателем? Не говорит ли противоположного Священное Писание «блажение миротворца, якоти и сынови Божии нарекутся, а если ты своими словами разжигаешь пожар в отношениях между людьми, то разве ты миротворец?» Очевидно, что умение поставить себя на место того человека, который рядом с тобой будет помогать всякому из нас быть разборчивыми в отношении того, что хочется произнести в присутствии ближних. Произнесенное не вовремя или не в том обществе, или даже не с тем иногда пафосом, не с той интонацией может привести к противоположным последствиям. Как говорит Премудрый, «Радость человеку в ответе уст его и хорошо слово вовремя». Но уместность слова и своевременность — это тоже последствия человеческой опытности, рассудительности, мудрости, которая учит предусматривать последствия. Так что задачей нашей должно быть не просто какое-то вываливание всего того, что кажется правдивым и явилось в нашем сердце, как какие-то определения, формулировки, лексические периоды, фразы, которые нам вдруг захотелось произнести, ибо оно в нас родило и значит хорошее. Прежде произнесения должно быть слово выдержано, как доброе вино. Ему препятствуют еще и два ряда зубов, уста сомкнутые. Они позволяют взвесить слово на весах разума, имея в виду последствия его произнесения. И, руководствуясь милосердием, заботой о ближнем, стремлением создать мир вокруг себя, а не смятение, конечно же, мы, не торопясь с обличениями или с всяким быстро рожденным в нас высказыванием, убережемся и от прослытия хамами и от укоризны в дерзости и послужим словом нашим к созиданию, а не к разорению.